Всё мечтаешь о создании собственной игры, но понятия не имеешь с чего начать? Данная серия роликов покажет, как с нуля создать собственный 3D-платформер от первого лица в Юнити. Подписывайся сейчас, чтобы не пропустить следующие серии. А прежде чем мы начнём, обратите внимание на хорошую игрушку про маленькое привидение под названием Find Pixel. Это отличная головоломка с неплохой воксельной графикой и интересными задачками, в которой вам необходимо искать нужные предметы. Но вот для чего они нужны... В общем, ссылка на игру в описании. Привет, друзья! С вами Арталаски, и добро пожаловать на мой канал по созданию игр. Наконец-то появилось снова время снимать ролики, пусть сейчас и не такие большие, как хотелось бы, но уверен, что их содержание вас определённо порадует. Прежде всего, хочу поздравить вас всех с наступающим новым 2018 годом и с тем, что нас уже более 55 тысяч человек. Это очень круто, но останавливаться на этом, конечно же, не станем, и будем идти дальше. И как раз перед новым годом я решил сделать небольшой такой подарок, а может для кого-то и достаточно большой, это записать такой полноценный, но бесплатный курс по созданию простой 3D-игры в Unity. Мне очень часто приходили вопросы и просьбы о том, чтобы показать, как человеку, вообще ничего не понимающему в геймдеве, начать создавать свою игру. И я, наверное, пытался снять подобный ролик раз 10, пробовал даже писать сразу тексты, какие-то планы записи и много чего ещё, но по сути это всё равно была бы просто теория, и человеку всё равно бы пришлось искать ещё больше информации и ещё больше забивать голову. Поэтому, а я решил поступить немного другим способом, мы начнём создавать игру прямо в этом видео. Вот, прям вот с минуты на минуту. Всё, что вам нужно будет делать, это просто внимательно смотреть видео и повторять за мной. Я специально выбрал несложный жанр, несложный вид графики, и вообще всё постарался максимально упростить до такой степени, чтобы любой человек, не имеющий вообще никакого понятия ни в графике, ни в программировании, и вообще вот в создании игр, он имел возможность уже сегодня начать создавать свою первую простую игру. Постепенно мы её будем усложнять, конечно, и доведём до релизного варианта, если будет такое желание. Но опять же, это всё будет не за одно и не за два видео, а где-то в плане до конца января даже. Но основную часть я всё-таки планирую выпустить до Нового Года, как я уже говорил, в качестве подарка на Новый Год своим подписчикам. Ладно, и хватит уже трепаться, и давайте перейдём к делу. И первое, что вам нужно будет сделать, это, естественно, скачать саму Юнити, если вы ещё этого не сделали. Для тех, кто совсем оладушек, это та самая программа, в которой мы будем делать игры. У неё есть достойная бесплатная версия. Так, соглашаемся. И именно её мы будем использовать. В принципе, все вот эти плюс-про-версии, они нам абсолютно не нужны, будут ещё, ну, как минимум года, так полтора. Тем более, если вы сегодня будете только в первый раз создавать свою игру. Нажимаем на персональную версию. Подробнее. Попробовать персонал. Здесь нам предлагают два бесплатных асета, если мы купим платную версию Юнити ПРО, но, опять же, нам она сейчас не нужна. Так как в ближайшем месяце я сильно сомневаюсь, что вы сможете поднять на своей первой игре 100 тысяч долларов. Но пока что на неё особо не рассчитываете. Подтверждаем условия использования персональной версии Юнити и нажимаем на нашу ось. Ну, у нас Windows, если у вас Mac, то загружайте Mac, естественно. После того, как вы её скачаете, её нужно будет просто установить, но, думаю, с этим вы уже и сами прекрасно разберётесь. Иначе в геймдеве вам будет очень тяжко. И да, не забудьте при установке установить стандартные асеты. Они вам очень пригодятся. А я даже скажу больше, без них вы не сможете начать делать игру. Что же, нажимаем на наш значок Юнити, и у нас открывается примерно вот такое окошко, если вы уже там пытались что-то сделать. Но вас также могут попросить ввести логин и пароль. Выглядеть это будет примерно следующим образом. Здесь уже, опять же, если вы хотите использовать Asset Store, то есть покупать какие-то модели, спрайты и так далее, чтобы из них уже делать игру, то, в принципе, регистрируйтесь на сайте Юнити, там же, где мы скачивали саму программу, и уже вводите сюда логин и пароль. Либо просто нажимаем «Работать оффлайн», и появится что-то вроде этого. А нас интересует создание нового проекта. И теперь придумываем ему название. И давайте назовём её как-нибудь... Объединяем Voxel и Mario. А пусть это будет пока что Voxel и Mario. Так, естественно, оставляем галочку такую вот на 3D и нажимаем «Create Project». Так, сейчас у меня пока открыта магика Voxel, а о ней чуть-чуть попозже. В ней мы будем создавать графику для нашей игры. А если кто ещё не знаком с магикой, я на канале выкладывал не так давно видео, где полностью, как бы, рассказываю процесс работы в магике, как вообще там делать графику, как экспортировать модели и всё в таком духе. Поэтому, если вы ещё этот ролик не смотрели, то обязательно посмотрите. Я, в принципе, ссылку в описании кину. Да и здесь в подсказках видео должно всплыть. Ну, а мы пока что возвращаемся в Unity. И у нас открывается вот такое окошко. Опять же, если вы в Unity первый раз, то посмотрите вот этот вот ролик. Он вам много здесь всё понятно объяснит. Потому что сейчас я сильно на этом останавливаться не буду, но, в принципе, всё и так будет понятно. Просто если хотите копнуть глубже, как бы понять, что там под капотом и так далее, то это обязательно надо будет посмотреть и разобраться. Ну, а мы переходим в Assets, Import Package и выбираем здесь пункт Characters. И нажимаем кнопку Import. Это как раз те самые стандартные асеты, которые при установке нужно было поставить галочку. И сейчас мы просто возьмём отсюда уже готовый префаб персонажа. Можно сказать, проще говоря, префаб. Это такой шаблон, заранее заготовленный. И, собственно, пока что нам больше ничего здесь не нужно. Переходим теперь во вкладочку Game Object, 3D Object и выбираем здесь Plane. А теперь немножко по навигации напомню. Удерживая колёсико мыши, ничего не произойдёт. Потому что я почему-то во вкладке Game. Нам сейчас нужна вкладка Сцена. И здесь колёсико мыши мы уже как бы так вот передвигаем нашу основную камеру, наш вид. Удерживая правую кнопку мыши, мы можем вот так осматриваться. И, в принципе, крутя колёсико мыши, мы можем масштабировать нашу камеру, приближать её, отдалять и так далее. Также, если удерживать Alt и левую кнопку мыши, можно также вращать нашу камеру. Но если, удерживая правую кнопку мыши, мы как бы с нашей позиции осматриваемся, как от первого лица, то, удерживая Alt, мы будем осматривать как бы вокруг орбиты той точки, на которую мы нажали. Также ещё один удобный способ, удерживая правую кнопку мыши, нажимать клавишу V. И, как бы, получается, что мы вот так вот ходим. Летаем даже, точнее. А здесь действуют стандартные, как у нас, V, A, S, D. То есть, мы можем так вправо, назад, вперёд и налево. Так уже язык заплетается. Вот. И, в принципе, так удобно просто, нам будет смотреть сам уровень уже вот так вот от первого лица. Но, не суть. Давайте сделаем наш плейн другого цвета, но для этого нам сначала понадобится создать материал, так как здесь мы сейчас поменять цвет не можем. Нажимаем здесь правую кнопку мыши, нажимаем Create. И выбираем здесь Material. Пока что назовём его Prototype. И просто перетащим его, удерживая левую кнопку мыши, на наш плейн. Сейчас ничего не изменилось, потому что это абсолютно такой же стандартный материал, как и у нас сейчас был на нём. Но теперь мы его можем редактировать. Я просто сделаю ему цвет немного потемнее, так же давайте сделаем его что-то вроде травы. Окей. Теперь переходим в папку стандарт Assets. Либо нажимаем здесь два раза, либо как бы здесь, как в проводнике. Вот. Ну и здесь интересует папка Characters, First Person Characters, папка Prefabs. И здесь у нас как бы есть два разных Prefaba. Кто-то предпочитает использовать первый вариант, кто-то предпочитает использовать второй. Но опять же, это уже больше для опытных, как бы все вот эти вот разницы. Одни вам будут говорить, что лучше использовать это, потому что у него там такие минусы, такие плюсы, другой будет вам говорить наоборот. А просто попробуйте каждый из них, какой вам больше понравится. Я, в принципе, обычно использую первый вариант, так как с ним мороки поменьше. А значит и нам этот вариант подходит больше. Значит, так же его просто перетаскиваем в цену. И теперь с помощью вот этих вот стрелочек мы его можем вот так вот вмещать туда, куда нам надо. Если мы хотим его вращать, мы либо нажимаем кнопку вращения вот здесь, и у нас как бы меняется здесь сам вот это вот гизма, стрелки поменялись на такую сферу. Так же его можно масштабировать. Вот. И так же масштабировать, но уже немного по другому принципу. Это не очень хорошо видно на этом prefabе. Давайте, например, на плейн переключимся. А если у нас с обычным скейлом такое вот масштабирование идет с помощью различных вот этих вот стрелок, то с четвертым вариантом у нас как бы здесь как вот стандартные 2D вот эти вот элементы, как в фотошопе мы их как будто растягиваем, вот здесь примерно то же самое. Вот. Но это можно делать и с 3D элементами тоже. Так же здесь есть вкладочка transform у каждого из этих объектов, то есть она у них у всех по умолчанию. Вот. И она имеет все эти же самые параметры, то есть она их как бы отображает. Но мы их можем менять еще и здесь. Давайте восстановим скейл на единицу, как он был изначально. И поместим нашу планку по координатам 0,0,0. То же самое сделаем мы с контроллером. Только все-таки поместим его повыше. Давайте здесь поставим единицу. И, в принципе, этого вполне достаточно. А если вы, например, слишком далеко ушли или просто где-то потерялись и не можете найти нужный префаб, нажимайте два раза по его названию. И тогда он сразу вам как бы прилетит на помощь. Переключимся обратно на плейн и скейл изменим, пожалуй, на 15 и еще раз на 15. Так, стоп. По игреку нам его скейлить не надо, потому что он плоский. Чтобы вы ориентировались, значит, Y это у нас будет вот эта вот зеленая, то есть высота. X это у нас вот эта вот красная. Ну и, соответственно, Z это вот эта синяя стрелочка. Поэтому у нас получается, что мы увеличиваем в 15 раз этот объект по вот этой оси и по вот этой, а верхнюю мы не трогаем. Так, в принципе, такой базовый прототип у нас уже есть, то есть мы уже тут можем бегать и прыгать, а нажимаем на вот эту вот стрелочку и также на VASD мы уже как бы можем вот так вот двигать мышкой, бегать, прыгать, бегать на shift, прыгать на пробел. Ну, все как по стандарту. Давайте добавим сюда просто каких-нибудь объектов. Допустим, кубик. Также его увеличим в несколько раз, чтобы просто как бы уже ориентироваться хотя бы к тем мы на этой планке находимся. Так, немного не туда ушел. Допустим, вот так. И давайте продублируем наш материал. Для этого мы на него нажмем и нажмем сочетание клавиш Ctrl D. У нас появится его клон. В этом клоне мы изменим цвет, допустим, на вот такой голубоватый и просто перетащим ее сюда. Пусть это у нас будет вода. Так, ну и теперь мы просто перетащим нашего игрока вот сюда повыше. Давайте еще раз попробуем. Вот, ну уже хотя бы можно ориентироваться, где что находится. Отлично. Как бы база такая у нас уже есть. Как видите, вообще ничего сложного благодаря таким вот инструментам, как Unity. А теперь нам нужно просто сюда добавить свою графику, нормальную графику, которую мы создадим в Magica Voxel. Так, Photoshop нам пока не понадобится. Вот, и собственно, давайте к этому и приступим. Вот, только для начала выйдем отсюда. Если у вас нету курсора, вы не знаете, как отсюда выйти. Нажимаете сначала клавишу Escape, появится курсор, и нажимаем на вот эту стрелочку. И, кстати, нам нужно удалить объект Main Camera, потому что у нас получается с вами две камеры. Одна находится в персонаже, а вторая просто по стандарту находится в сцене. И у нас получается две камеры. И эти две камеры, они получаются как бы основные. Вот у них есть тег, Main Camera, то есть основная камера. Одна из них лишняя. И есть такой компонент Audio Listener, который находится практически на каждой камере. Но в основном, конечно, на главной камере, которая располагается у игрока. А этот компонент принимает на себя любые звуки, то есть если где-то воспроизводится звук, он как бы его принимает, и мы его, собственно, слышим. Поэтому, если у нас будет два контроллера, а вот точнее два Audio Listener, то будет как бы дублироваться этот звук. Это не то, чтобы страшно, но это делать не надо. Поэтому нам нужно либо просто убрать отсюда компонент Audio Listener, и у нас тогда в консоли вот эта ошибка пропадет. Вот видите, все, ее больше нет. Но, по сути, нам сейчас две камеры вообще ни к чему, поэтому мы просто этот префаб удаляем. Точнее, это даже не префаб, а игровой объект. Нажимаем про кнопку мыши, Delete. Собственно, все. А теперь давайте нажмем к сочетанию клавиш Ctrl-S, либо зайдем в файл Save Scenes. И сохраним нашу сцену как тест-сцена. Все. На этом пока с Unity мы закончили. И переходим в Magic Voxel. Ссылку на этот сайт, где можно скачать Magic Voxel, я также прикрепил к видео. А здесь мы выбираем свою операционную систему. Также скачиваем, распаковываем, устанавливаем. Тут сложности никаких возникнуть не должно. Итак, открыв Magic Voxel, у нас появляется примерно следующее. Какой-то голубоватый кубик на голубоватой поверхности. А в принципе, не самый сложный интерфейс. Изначально я, кстати, хотел Purple Heart, который уже вышел в Steam, сделать как раз в 3D, и графику для него сделать в Magic Voxel. Не знаю, точнее, даже не помню, почему я передумал, решил ее сделать все-таки в 2D. Но, тем не менее, такие вот наработки остались. Возможно, что следующую часть Purple Heart, и как раз можно будет сделать в 3D в подобном стиле. Хорошо. Начнем. Создадим здесь панельки Size. Размер поставим хотя бы, давайте, 60, 60, 60. Нажимаем Enter. У нас появляется вот такая вот рамка, которая как бы ограничивает наше пространство. В принципе, можно даже себя не ограничивать и сделать 128 на 128 на 128. Это пока что максимально возможный размер. Но его нам вполне должно хватить. Так, теперь насчет палитры. Изначально стоит нулевая палитра с вот таким вот набором цветов. Можно пощелкать еще и на другие. И вы наверняка заметили, что здесь меняется цвет сразу. Дело в том, что тот цвет, которым покрашен данный объект, в разных палитрах, он будет браться именно по координатам. То есть, если в этой палитре у меня вот здесь вот такой цвет, а в другой палитре этого вообще уже какой-то коричневый, то просто вот так вот уже меняется. Такой вот как бы простенький рискин. Ну и третья палитра, она, можно сказать, пустая. Сюда можно добавлять свои цвета. А это можно, конечно, и на эти. Но здесь уже, как видите, все цвета уже есть. Поэтому особого смысла в этом нет. И если вы хотите создавать свою палитру, то переключаемся сразу на цифру 3 и делаем это здесь. Собственно, как мы это делаем? Нажимаем здесь на вкладку Hue Saturation в ваду, и у нас появляется три ползунка, в которых мы уже, собственно, выбираем оттенок, его насыщенность и его яркость. Но мы также можем переключиться и в RGB-модель, где у нас как бы красный оттенок, зеленый оттенок и синий оттенок. Точнее, их компоненты. Ну, здесь уже, смотрите, кому как удобнее. Мне, в принципе, привычнее использовать вот эту вот модель цветовую. И, на мой взгляд, для новичка она тоже будет намного проще. А теперь давайте для начала изменим цвет нашей земли. У нас в Unity мы сделали так, что у нас это будет что-то вроде воды. Поэтому здесь тоже давайте сделаем сразу какой-нибудь такой морской водяной цвет. Отступим вот здесь. Просто, что у вас было как бы место побольше для остальных цветов. Выбираем какой-нибудь такой водный цвет, можно сказать. И выбираем здесь кнопку G. Choose Ground Color. Даже если мы сейчас будем менять цвет здесь, на земле он меняться не будет. Он поменяется лишь тот момент, когда мы выберем какой-то конкретный цвет и нажмем вот эту кнопку. Так, в принципе, больше нам здесь с землей ничего делать пока не надо. Но надо делать какие-нибудь блоки, собственно, на которых мы будем стоять, по которым будем прыгать и так далее. Так как мы делаем что-то вроде платформера, то мы сразу будем как бы это учитывать и сделаем эти платформы изначально как бы стоящими в воде. Значит, берем какой-нибудь более-менее приятный сероватый цвет. И давайте его сразу проверим. Значит, выбираем здесь пункт B, Box Mode и нажимаем Add Touch, чтобы мы уже могли создавать какую-либо геометрию. Но пока что мы нажмем Ctrl-L и Ctrl-X, чтобы удалить сцены все лишнее. Итак, давайте попробуем. Только я сначала выберу немножко другой оттенок, потому что тот мне не нравится. Создали вот такую вот плоскость. И теперь, нажав клавишу F, чтобы переключиться на режим Face Mode, мы, удерживая левую кнопку мыши, можем как бы вытягивать наши вот эти вот стороны. Если вы хотите наоборот втянуть, то удерживаем Shift и втягиваем. Теперь возьмем второй цвет, я его возьму пока пониже. Это у нас будет цвет травы, который на нем находится. Но сейчас мы останемся в режиме Face Mode и просто один раз вот тут вот нажмем. Так, и видим, что цвет нам нужен как-то посветлее. Видимо, даже намного светлее. И что-то ближе к желтому. Вот так. Давайте еще разок. Хорошо, так уже будет получше. Теперь, возьмем вот этот цвет и, удерживая Ctrl и левую кнопку мыши, мы его как бы перетащим на следующий. Тем самым, мы его как бы продублируем и здесь сделаем его немного темнее. теперь, возьмем инструмент Voxel Mode и переключимся в режим рисования. То есть, в этом режиме мы будем просто рисовать по модели, а не создавать как бы новую геометрию или наоборот ее не стирать как в режиме Erase. Кстати, если в режиме Erase удерживать Shift, то мы будем наоборот добавлять новые Voxel, а в режиме Attach наоборот мы их изначально добавляем, а удерживая Shift мы их наоборот вычитаем. достаточно удобно. Так, и теперь просто так вот увеличим давайте даже кисть где-то на 3. И просто вот так поводим. Мы как бы сымитируем тот цвет, что у нас здесь мокрые камни, а мокрые камни они как правило темнее. Это то же самое можно сейчас сделать с травой, чтобы как бы она занимала больше места и симпатичнее выглядела. Переключимся теперь на 1 Voxel и просто как бы так вот быстренько так подвояем. А сейчас мы делаем не столько конкретно блок игровой, а сколько просто подбираем цвета и смотрим насколько красиво это все будет смотреться. Так, ну что ж, этого пока должно быть достаточно. Однако, я думаю, что можно добавить немножко объема, но учитывайте, что объем будет добавляться того цвета, который у вас выбран. И даже если я на сером цвете сейчас здесь нажму, так, вот, то у меня как бы выдавится вот этот фейс по вот этой вот области серый. То есть, как вы поняли, да, вот эти вот зоны, разделяемые цветами, вот они как раз и будут выдавливаться. Вот, но если мне нужно выдавить, например, такой же цвет, как вот этот серый, то мне нужно сначала удерживая Alt, чтобы активировать пипетку, а нажать уже на каком-нибудь цвете нужном. и вот тогда уже будет выдавливаться тот, который я выбрал. Вот, это, конечно, все хорошо, но я хотел сделать как раз наоборот. Такой вот уже объемный, более симпатичный блок у нас получился. Возьмем еще раз этот цвет, продублируем его, удерживая Ctrl и левую кнопку мыши, и сделаем чуть светлее. Переключимся в режим Voxel Mode и в режим Paint. И просто здесь как бы сделаем такие вот наметочки текстуры, чтобы был просто не чистый такой вот цвет, а какие-то все-таки вот интересные приколюхи. Так, и то же самое проделаем проделаем с травой. Продублируем цвет, сделаем сначала один из них посветлее, поярче и чуть-чуть ближе к желтому. Так, можно даже еще ярче. А суть в том, что то, что мы здесь меняем как бы цвет, он меняется у нас сразу и здесь. Поэтому это очень удобно подбирать. Так, и я уже забыл, что хотел сказать дальше. Немножко тут увлекся. Но, думаю, суть вы все равно уловили. Поэтому ничего страшного. Так, и сделаем то же самое, но уже с более темным цветом. посмотрим, как у нас будет смотреться на вот такой вот нижней траве и нужен ли он тут, собственно, вообще. Давайте его сразу здесь сделаем потемней. И я все-таки думаю, что это здесь не очень нужно. Ладно, давайте просто ради интереса попробуем. нет, я думаю, что все-таки это совсем лишнее. Поэтому как-нибудь без этого. Так, ну что ж, как бы набросок уже есть. И давайте сделаем вот что. Выберем опять режим attach и сделаем здесь уже более-менее объемную траву. Теперь в режиме face напомню клавиши F, мы некоторые из этих травинок просто вытянем посильнее. Ну, допустим, что-то вроде такого пока будет. Что ж, хорошо, теперь мы переключаемся на режим выделения box select. И здесь вместо box мы выбираем параметр rect, чтобы у нас был чисто прямоугольник. Потому что в параметре box у нас будет выделяться как бы уже именно вот так вот по вокселям, что нам не очень-то нужно. Это намного удобнее. И теперь удерживая control и левую кнопку мыши, мы его будем перетаскивать по какой-либо конкретной оси. Вот так сделаем. Теперь нажимаем control c чтобы скопировать то, что мы выделили и control v чтобы это вставить. Но как видите на первый взгляд ничего не вставилось как бы ничего не изменилось. На самом деле просто нужно также удерживать control и просто перетащить этот объект. То есть он у вас скопировался и вставился но вставился туда же где и скопировался. Давайте его перетащим еще разок. Скопируем вставим и не отпуская control в принципе уже просто так вот перетащим. Даже можно его сделать чуть повыше. Отлично. А теперь давайте его немного здесь припустим чтобы у нас был как бы немного меньше чем все эти блоки. Но если я сейчас удерживаю control буду его нести вот так вот вниз то если мы посмотрим наверх то видим что у нас как бы вылез с другой стороны. нам это немного не подходит. Поэтому мы через прямоугольник через прямоугольное выделение выделим просто вот эту вот часть и ее вот так вот опустим так лишнее выделил чтобы как бы убрать лишнее выделение мы удерживаем shift и alt одновременно вот так этого в принципе должно хватить и кстати давайте уже пожалуй сохранимся нажав ctrl s сайту сразу создать папочку с вот таким префиксом чтобы она была всегда первой и уже сюда сохраним а сейчас мы просто как бы делаем набросок скетч так сказать графики нашей игры чтобы просто посмотреть как это будет все в цветах а как это будет в целом играться и если нас все будет устраивать то мы уже более основательно подойдем графике и создадим уже все намного красивее так теперь возьмем новый цвет пусть это будет какой-нибудь коричневатый такой вот деревянный возьмем опять же да пусть лучше это будет обычный воксель мод так как им проще рисовать режим аточ не забываем и здесь мы сделаем такой вот мостик если кто-то играл в майнкрафт то в принципе он уже имеет примерное представление о том как здесь надо что-то делать как это все устроено но если нет то в принципе разобраться здесь нетрудно так через фейс я его в принципе вытянул и какой-то цвет в принципе прикольный и вроде сочетается но чем-то он мне все равно не нравится какой-то он слишком яркий давайте его оставим но продублируем и немножечко так переключимся обратно на первый вариант и просто его как-то изменим чтобы он так сильно не выделялся и наоборот как бы больше подходил не знаю вроде нормально а вроде и нет вокселе в юнити странный предмет хорошо пока оставим вот так еще немножко вытянем этот мостик и я даже думаю что нам его придется все-таки опустить а как мы это сделаем мы возьмем оставим фейс режим и нажмем на регион селект который так же как и фейс у нас выделяет конкретные области с цветом но если фейс выделяет только какую-то одну конкретную поверхность давайте просто для примера вам покажу вот так вот то есть все вот эти вот незакрашенные цвета они как бы остались вот но здесь у нас ничего не тронулось как бы ничего не выделилось вот но в режиме выделения региона у нас выделяется абсолютно все вот эти воксели которые как-то между собой связаны вот если мы даже здесь поставим с 4 на 8 то у нас еще будет присоединяться и другие а вокселя сейчас это в принципе покажу как это выглядит это будет выглядеть примерно вот так сейчас секундочку в принципе этого будет достаточно а значит выбираем фейс регион селект и в режиме четырех коллизий можно так сказать четырех соседей у нас этот участок не выделяется но если мы выберем здесь цифру 8 то у нас этот участок будет выделяться думаю с этим все понятно опять же я про все эти мелочи рассказывал в том видео про магику вот поэтому если хочется знать об этом подробнее лучше вот посмотреть его а мы тем временем выбираем наш мостик и удерживая контрол его немножко опустим вниз сделаем из него что-то вроде такого пирса что ли можно сразу здесь сделать ступеньки и чтобы самому это вот так вот не рисовать мы используем инструмент line линию и уже вот так вот ее будем можно сказать протягивать чтобы она нас создавала вот эти ступеньки быстрее вот давайте ее сейчас сразу вытянем вверх это будет примерно вот так вот вот и уже наметим вот так вот линии делаем линию переключаемся на режим фейс и просто ее вытягиваем примерно вот таким вот образом это и будет выглядеть у меня просто еще появился такой вариант сделать эти ступеньки намного длиннее чтобы они были как бы вот так вот по два вокселя в толщину почти их идеально рассчитал так а в принципе сейчас рассчитаем идеально а мы просто его немножко отодвинем буквально на один воксель и здесь и здесь вот так вот продолжим вот в принципе и все так они уже смотрятся поинтереснее конечно но такие громоздки мы делать не будем сделаем сделаем их хотя бы вот так вот так уже намного интереснее но чтобы нам опять же с этой стороны все это не проделывать не проделать это много раз мы просто возьмем инструмент фейс и удерживая shift ее вот так вот продаем в принципе это и все то же самое сделаем с этой стороны хотя это в принципе было делать необязательно оно и так неплохо смотрится здесь у нас будет какая-нибудь такая бы тайная штучка опять же по размерам мы еще будем потом все подгонять и ориентировать как надо а сейчас мы просто создаем такой вот прототип так теперь здесь мы поступим немножко по-другому нам придется походу создавать дополнительные блоки которые мы потом можем просто удалить но есть еще один способ который с одной стороны выглядит проще с другой стороны может оказаться наоборот сложнее просто сейчас попробуем их два а вы уже выберете для себя наиболее подходящий так и теперь просто вот эти вот крайние блоки мы удаляем давайте даже цвет сделаем еще темнее так он будет смотреться поинтереснее так и насчет второго способа значит а мы будем использовать инструмент линия но сначала нам нужно сделать такой же по высоте столбик и теперь взяв инструмент линию мы от вот этой вот страны просто я протянем сюда но как видите получается какая-то непонятная лажа потому что у нас здесь стоит а проекция если эту проекцию у нас отключить и поставить режим строить то получится почти то что нам нужно немного не понимаю почему здесь не сходится а теперь понимаю а нам нужно здесь создать сначала вот такую штучку вот так а вот это убираем и получили то же самое то вроде бы как быстрее если бы еще я тут чуть чуть не потупил то это было бы реально быстрее немножко разнообразим наш мостик добавим вот такие колышки тогда он уже будет смотреться немножечко так повеселее можно сразу же конечно начать красить по модели но давайте для начала закончим его геометрию и давайте еще знаете что сделаем мы сделаем эти доски немного более объемными выберем через пипетку а точнее через зажатый alt вот эти вот цвета досок и собственно в режиме вокселей мы эти доски здесь также не наметим уже это будет смотреться как-то поинтереснее вот только надо теперь это еще и с другой стороны продублировать но для начала возьмем paint продублируем цвет сделаем его темнее а желательно чтобы он еще и не сливался вот отлично и просто как бы здесь такие вот проделаем линии чтобы нам самим потом не запутаться просто когда мы будем составлять уже этот мост из реальных таких вот элементов из этих дощечек у нас как бы все будет намного веселее и прикольнее но опять же так как мы сейчас просто все намечаем то у нас получается немножко не так как задумано ну возможно для кого-то и это уже будет как бы очень классно я не спорю вот но все таки мне сейчас хочется сделать что-то так вот поинтереснее и думаю здесь еще будет не лишнего наметить так сказать гвоздики но опять же у нас сейчас размер вокселя это не совсем позволяет вот это еще одна из причин по которой сейчас не надо все так вот детализировать а теперь что касается этих блоков мы сделаем немного по другому мы возьмем воксельную кисть поставим здесь куб но размер допустим у нас будет в 5 вокселей и тогда у нас уже будет немного побыстрее все это создаваться и будет появляться какой-то интересный такой рельеф что нам в принципе и надо а если у вас есть граффитический планшет то это даже занятие будет немного повеселее вот но если нет то ничего страшного я как бы сейчас все это делаю мышкой и в принципе как бы мне норм вот то есть видите уже такой вот рельеф появляется и выглядит совсем уже по другому уже как-то поинтереснее давайте еще раз на всякий случай уточню что чем больше здесь будет всяких вот этих углов тем сложнее будет компьютеру обрабатывать всю эту графику и соответственно тем игра будет работать медленнее это зависит конечно от мощности компьютера вот если просто будут вот такие вот кубики то соответственно игра будет вообще очень быстрая но не всегда очень красивая ну как говорится красота требует жертв поэтому не стесняемся использовать всю мощь с этим блоком поступим немного иначе мы его скопируем ставим и просто вот так вот продублируем можно сказать проделаем это еще несколько раз в разные стороны и направления и получим вот такой вот по типу блок то есть тоже весьма интересно такой вариант только нам надо вот это вот сверху теперь удалить и так же не забываем что она здесь все таки как бы мокрая поэтому нам было бы неплохо здесь это тоже наметить но должен сказать что она и без этого в принципе смотрится нормально поэтому тут уже как бы сами смотрите так ну в принципе как бы на этом уже можно заканчивать прототип но мы сюда добавим еще один маленький островочек и на этом островочке мы сделаем вот что для начала а также здесь сделаем немного вот такого вот рельефа и теперь тоже самое можно попробовать сделать уже вот этим вот зеленым цветом но пожалуй мы сделаем это вот так в общем чтобы тут не было мы сюда теперь поместим дерево я только боюсь что дерево на сюда немного не влезет в рамки в принципе ничего страшного что-нибудь сюда поместим все равно а также начнем с обычного бокселя какого-нибудь коричневого цвета давайте кстати возьмем вот этот вот наш цвет сделаем здесь такой вот ствол так попробуем у основания его сделать немного потолще и теперь добавить ему веток возможно даже вот эти вот острые углы оставить потому что они будут смотреться как-то поинтереснее и теперь переключаемся на бокселе берем сферу переключая в режим 3d и ставим достаточно большой диаметр где-то 18 вокселей а дублируем зеленый цвет делаем его изначально более темным и пробуем вот такую штучку если мы просто поместим сюда это будет конечно прикольно и стильно но как-то скучновато а вот если мы сделаем несколько таких вот штук то это уже будет смотреться куда интереснее опять же не забывайте про что я вам говорил что чем больше будет вот этих вот а ерундовен тем уже как бы хуже для оптимизации но если мы сделаем это из например вот этих вот коробок то в принципе никаких проблем так здесь пожалуй придется сделать немного по-другому мы сразу его отодвинем вот так вот а этот просто сюда уже можно подвинуть как бы посадить его на ветку и через фейс просто его уже вытянуть как нам надо вот это кстати неплохая идея сделать такие вот прорези получится что-то вроде adventures time это будет достаточно интересно кстати давайте попробуем сделать такие вот висящими теперь берем align и удерживая shift в режиме attach либо сразу выбираем race мы делаем вот такие вот линии так ну что ж хорошо думаю на этом пока уже можно остановиться давайте теперь сейчас быстренько все это перекинем в unity посмотрим как это будет в нем смотреться как играться и уже в зависимости от этого будем подбирать наши следующие действия так все пора остановиться но сначала сделаю ему немного другой цвет я решил заставить такой вот кислотный по-моему он здесь очень в тему и последние штрихи которые мы сейчас сделаем это создадим что-то вроде монетки которую игрок будет собирать но у нас это сейчас будет просто такой вот макет вот так вот я думаю пока в принципе нам здесь больше ничего создавать не надо и не сами сюда хочется добавить еще каких-то ярких цветов может даже что-то вроде красного или такого ближе к розовому не знаю сейчас посмотрим ладно пусть пока остается такой цвет и теперь собственно что нам со всем этим делать я уже расскажу в следующем видео потому что это достаточно неплохо затянулось ну а пока что ставьте лайки и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующее видео с вами был арталаски пока